3 миллиона 300 тысяч тонн урожая, не считая подсолнечника, собрали фермеры региона. Эта цифра не окончательная, так как еще не все поля обработаны. Текущий год, по мнению чиновников, уникальный, причем не только по урожайности. Многие районы, которые раньше считались неблагополучными в отрасли растеневодства, догнали традиционных лидеров. В чем причина? Узнал Станислав Жижин. Почти все лето они были в полях, обрабатывали почву, следили за всходами, растили урожай. Это принесло свои плоды, причем неплохие. Практически каждый крупный фермер региона собрал с одного гектара своих полей более 40 центнеров урожая. Благодаря очень большому, великому труду с вашей стороны, как организаторов, ваших подчиненных, есть результаты. Результаты, которыми мы сегодня гордимся. И общий результат на сегодняшний день – это 3 миллиона 309 тысяч тонн собрано. Прогнозы были неутешительные во многом из-за погоды. Долгое время фермеры боялись за посевы, а жара могла их погубить. Но с начала июня в регион пришли дожди. Это позволило даже в традиционно неблагополучных районах собрать по максимуму. В Вершовском впервые с 97-го года перешагнули 200-тысячный рубеж. Намолотили на данный момент 204 тысячи тонн. Пугачевский район – 179 тысяч тонн. Калининский – 178 тысяч тонн. Урожайность озимой пшеницы в степных районах Завожа, Федоровского, Пугачевского района составила более 40 центнеров с гектара. И это, конечно, огромная работа. Здесь многое зависело от исходного материала. В текущем году зерна на посадку многим районам поставлял фермер из Петровска Вячеслав Королёв. Глава КФХ со своих полей собрал более 80 центнеров с гектара. По словам предпринимателя, главное – соблюдать технологию, своевременно высаживать, удобрять и следить за посевами. Мы работаем с БАСом. Это очень сильная команда по области. Это Мулинская команда. Уже не первый год создали агроцентр на нашей базе они. Применили два препарата, порекомендовали они. Это сульфат магний, который стоит копейки, но он бельгийское происхождение. И террафлексы. Мы уже не первый год принимаем. Зерно высшего качества. Экспортный вариант. Со своей стороны и власть в этом году хорошо поработала, приняв ряд важных для фермеров законов, отметили аграрии. Например, 2014 год – первый, когда регион разделили на климатические зоны. Всего их семь. Принцип заключается в том, что районам, в которых условия выращивания урожая сложнее, субсидии увеличены. Эту модель, по словам губернатора, готовы применять и дальше, причем не только в регионе или в Поволжье, по всей России. На последней встрече Дня поля в Оренбургской области, когда встречались с министром сельского хозяйства, с нашим полпредом, мы сказали, что такой принцип надо перенести и на территорию Российской Федерации, межрегионального подхода. Потому что потенциал сегодня даже нашей, будем говорить, самой южного региона в Приволжском федеральном округе и Краснодарского края, Ростовской области, он совершенно разный. Он совершенно разный как по отношению затрат на гектар, так и получения урожайности с гектара. Также в Оренбурге было принято решение о несвязанной поддержке сельхозтоваропроизводителей. Эта модель еще два года назад получила положительные отзывы фермеров. Ведь выделены деньги. Они могут потратить на то, что им действительно необходимо. В текущем году на поддержку аграриев выделят более миллиарда рублей из консолидированного бюджета. В следующем, обещают власти, эта цифра будет увеличена.